В переплетении рек и дорог на карте Беларуси особое место занимает Пинск, сердце которого трепетно бьется вот уже 920 лет. Пинск славится не только своими достопримечательностями, но и духовной красотой живущих здесь людей. Пинчуке – люди удивительного склада, особой закалки. Здесь живут красивые женщины, которые играют заметную роль в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни родного города и страны. Дела женщин-активисток на благо людей послужили и рост авторитета самой женской организации. Ширятся ряды членов общественного объединения «Белорусский союз женщин», численность которой уже сегодня составляет более 4000 человек, а количество первичек в различных учреждениях и на предприятиях города достигло более 100. Неуемные женщины настроены сделать движение еще более массовым. Секрет успеха женского движения – в особой любви к людям и четко выстроенной стратегии. Женщина на земле есть для того, чтобы творить добро, милосердие, чувственность, внимание, любовь. А поэтому организация даже на государственном уровне в начало своей деятельности и закладывала такие принципы. Больше конкретных дел, которые будут нести с собой в мир, в каждый дом, в каждую семью для наших пинчан. Добро, тепло, внимание, заботу – вот это основные те постулаты, которые легли в нашу уставную деятельность. В 2017-м члены Пинской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» приняли активное участие в акциях, мероприятиях, приуроченных к памятным и знаменательным датам в жизни нашей страны – Дню женщин, Дню семьи, Дню пожилых людей, Дню инвалидов, Дню победы и так далее. Дела женщин-активисток на благо людей послужили и росту авторитета самой женской организации. Не мудрено, что она растет и численно. За это время, когда мне выпала честь возглавлять пинскую организацию, мы не делаем никаких мероприятий, которые не несут конкретности. То есть это внимание к детям, внимание к пожилым людям, внимание к женщинам труда и самое главное – внимание к матерям, которые продолжают жизнь. Мы координируем работу так, чтобы каждая наша первичная организация, члены организации дополняли друг друга. Сегодня приятно, что в Пинской городской организации присутствуют женщины всех профессий, всех возрастов, всех социальных положений. Поэтому меня это радует, и я думаю, что мы будем так и продолжать свои дела. Чтобы активизировать и повысить эффективность работы, проводится конкурс на лучшую первичку городской организации Белорусского союза женщин. В этом году участие в нем приняли 18 первичек. На сцене Городского дома культуры чествовали победители. Первички средней школы номер 1 и Пинского промышленно-торгового объединения «Полесье», если сада номер 19 и Пинской городской централизованной библиотечной системы, Пинского колледжа, учреждения образования Брестский государственный университет имени Александра Сергеевича Пушкина. Высокий престиж женщины в нашем обществе никто не оспаривает. Между тем, именно дела общественной женской организации всецело служат его повышению. Конкретными делами славен человек и, конечно, организация. Я сегодня имею честь и радость, как руководитель этой организации, подумать и сказать, что наша организация присутствует почти во всех трудовых коллективах города Пинска. Кроме того, в нашей организации есть люди, которые по возрасту уже находятся на заслуженном отдыхе. И не боюсь этого сказать, что не просто так, не потому, что кого-то пригласили, а просто узнают через конкретные дела. Наша организация интересна. В нашей организации есть место всем. С разным интеллектом, с разным уровнем воспитания, с разными физическими возможностями и с разным материальным положением. И этот барометр общественного мнения послужил началом ряду женских инициатив. 1 мая на летней сцене в Пинском городском парке культуры и отдых отчествовали не просто трудящихся, а женщин-тружениц. Ведь именно они изо дня в день доказывают, что быть женщиной – это труд. А на защите их прав и интересов стоит общественное объединение БСЖ. 1 мая и 920-летию Пинска городская организация посвятила акцию «Слава женщинам труда». В этот праздничный день 33 женщины в 7 номинациях. Женщина-труженица, женщина-творец, женщина в науке, женщина-руководитель, женственность, здоровый образ жизни, оригинальность были награждены дипломами и ценными подарками. Конечно, это не только мероприятия, которые дают возможность выступить, наградить кого-то, а это больше нацелено на то, чтобы каждая женщина поняла свою значимость в жизни. В семье, в жизни, на работе, что от нас, уважаемые подруги, зависит завтрашний день. От того, какими мы придем на работу, какие задачи поставим, как будем относиться к своим порученным делам, какими воспитаем своих детей, свою семью, от того будет и наш город лучше, краше, а значит и наше государство. Вот главная задача. Женщина – это творец жизни, творец добра, творец внимания, красоты. Вот на это нацелена вся наша работа и в будущем. Кто она, современная женщина, хранительница семейного очага, мать, труженица и человек, занимающий активную жизненную позицию? Кому, как не женщине, самой природой, высшими силами предначертано проявлять заботу, милосердие, сострадание, помогать всем страждущим, а современной женщине в нынешних условиях немаловажно заботиться и о себе, о собственном здоровье, благополучии и счастье. Поэтому не случайно, что Пинская городская организация присоединилась к республиканской акции «Здоровье женщины, здоровье нации». В ее рамках запланировано и проведено большое количество мероприятий, главная цель которых направлена на оказание диагностической и консультативной помощи женщинам. Венец всех ценностей – семья. Под таким названием накануне Международного дня семьи 14 мая состоялось праздничное мероприятие, инициатором проведения которого выступила Пинская городская организация. Это мероприятие излучало особый свет – любви, душевного тепла. В рамках встречи состоялось чествование семейных юбиляров, активных членов первичных организаций БСЖ, которые прожили в браке 20, 15 и 10 лет. Пинская городская организация Белорусского союза женщин приняла участие в республиканской акции «Соберем портфель вместе», которое затронуло более 200 многодетных и малообеспеченных семей. 30 сентября в рамках празднования Дня города Пинская городская организация Белорусского союза женщин приняла участие в шествии колонны трудовых коллективов города, а также с главной сцены праздника активным членам первичных организаций передовикам производства были вручены ценные подарки. В рамках Республиканской недели матери Пинская городская организация приняла участие во многих мероприятиях. 13 октября в преддверии Дня матери в городском Доме культуры прошла торжественная церемония вручения многодетным матерям государственной награды Республики Беларусь Ордена Матери. Свой вклад в праздничное мероприятие привнесла Пинская городская организация. Для милых женщин был также подготовлен творческий подарок – концертная программа «Свет материнской любви». Накануне рождественских и новогодних праздников по всей стране проходила благотворительная акция под общим названием «Наши дети». Им, нашим самым дорогим и любимым, нашему главному достоянию – детям, активисты общественного объединения дарили подарки, устраивали утренники у новогодней красавицы, чтобы они поверили в чудо, которое способно совершить доброта и милосердие. В рамках проведенной акции получили помощь и новогодние подарки дети-инвалиды города, подопечные детского хосписа. Благотворительному общественному объединению с добротой по миру были переданы витаминные сладкие подарки для больничных клоунов, которые посещают детей в Пинской детской больнице. На протяжении всего года принимали участие в чествовании лучших членов организации в профессиональные праздники. Создание условий для полноценного, активного и запоминающегося отдыха – то, на что направлен проект «Интересный досуг». Женщина должна не только трудиться, но и отдыхать. 90% наших женщин в организации по убеждению. Ведь важно до каждого достучаться или, может быть, не конкретно с каждым проработать, а вот показать какой-то пример, как важно быть женщиной. И женщина тогда сама задумывается, что да, только свои активные жизненные позиции, только постоянным совершенством над самим собой можно сделать каждый день, каждый час, краше, не только для себя, а для тех, кто рядом с тобой. Перспективами дальнейшего развития организации является продолжение работы по реализации уже действующих проектов, внедрению новых идей и акций, активизация работы по тесному сотрудничеству с социальными службами в интересах пожилых людей, инвалидов, членов первичных организаций, укрепление партнерских отношений с другими общественными объединениями, фондами, ассоциациями, представителями СМИ, а также международными женскими организациями. Высокий престиж женщинам в нашем обществе никто не оспаривает. Между тем, именно дела общественной женской организации всецело служат его повышению. Активное участие наших женщин в жизни общества особенно заметно во время избирательных кампаний. Они уже доказали на деле большую силу слабого пола. Я как председатель и члены президиума организации Пинской городской организации глубоко убеждены, что если мы только будем конкретные дела творить и не представлять себя в вышестоящих институтах, вряд ли мы много чего сможем поменять. С этой целью и по другим причинам представительницы нашей организации сегодня работают и в парламенте, и отдельно его двигаются в городской и областной советы депутатов. Есть и ныне действующие депутаты. Кроме того, наши женщины активно работают во всех общественно-политических мероприятиях. В предстоящих выборах мы тоже будем активно представляться и в участковых комиссиях, и в наблюдательных комиссиях. Кроме того, ряд задумок у нас еще есть, которые сегодня мы раскрывать не будем. У женского движения огромная созидательная сила, но самая главная поддержка, которую чувствуют сами женщины. Уверенность женщин в завтрашнем дне, убежденность в том, что работоспособность, творчество, инициативность, желание изменить жизнь к лучшему, помогают преодолеть трудности и невзгоды, которые встречаются на нелегком женском пути. Позволяют женщинам Пинской городской организации Республиканского общественного объединения «Белорусский союз женщин» оставаться жизнерадостными, загадочными, неповторимыми, в очередной раз доказывая, что в современном мире уже все больше и больше женщин не хотят оставаться лишь его украшением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова